Всем привет, это Бостон. Я считаю, что Уранус вполне балансный, неимбующий герой. Нет. Но игра, которую я тебе сейчас покажу, повергла меня в шок. А вообще, давай посмотрим ее вместе. К сожалению, записана она не с самого начала, но самое интересное еще впереди. Уранус обычно стоит в соло топ. В данный момент он стоит против Хильда. И пока Хильда зачищает крипов на башне, Уранус отправился на вражескую базу и начинает зачищать крипов прямо на базе. Он реально зачищает крипов на базе. Тут подошел Эстас. Говорит, Уранус, ты что творишь? Подошла Хильда. У нее тот же вопрос. Зачистил две волны крипов и почти ушел, насловил лишний удар от башни и умер. Я думаю, если бы он не стал добивать вот этого последнего крипчика, то он точно бы ушел. Ну ладно, давай смотреть дальше. Состав вражеской команды не совсем стандартный. У них четыре бойца и Эстас. В том числе из бойцов у них есть Чонг, который сейчас один из сильнейших героев. Делает килл Леоморд и счет 5-3. В принципе, достаточно ровненький. Уранус в наглую впрыгивает в крипов и в Хильду. Использует первый-второй скилл. Наносит приличный урон Хильде. Настакивает на ней свою пассивку. Хильд забежал под башню. Он врубает ульту, идет к Хильде, наносится ему много урона, но он поддерживает свою пассивку и убивает Хильду. Не рассчитала Хильда по дамагу. Не рассчитала, что у нее не включится щит из кустов. А Урану зачистил волну и пошел помогать своей команде на черепахе. Сейчас экшен чуть-чуть подстихнет и мы посмотрим, какие эмблемы он использует и какой билд. Но сейчас он преследует сразу двоих. Эстас и Леоморда. Эстаса убивают. Не без его помощи. Леоморд, походу, тоже умрет. Да, Леоморд тоже умирает. Но тут прилетает самый грозный противник. Это Чонг. Преследует он Урануса в форме дракона, но рана ее отменяет. И Уранус на изи просто уходит от Чонга. Про пассивки Урануса. Казалось бы, их одна, но на самом деле у него есть основная пассивка и пассивка на первом скиле. Основная пассивка увеличивает ХП реген Урануса, когда его атакует любой враг. И Уранус может получить до 20 таких стаков, которые очень сильно увеличат его ХП реген. Но эти стаки желательно поддерживать, получая урон хотя бы каждые 10 секунд. А пассивка с первого скила увеличивает урон от этого скила, наносимый врагу. Чем больше меток на враге, тем выше будет проходить по нему урон. То есть для эффективной игры на Уранусе нужно не только поддерживать пассивку на самом Уранусе, а также поддерживать пассивку с первого скила на врагах. Кстати, чтобы поддерживать пассивку на самом Уранусе, можно получать удары от башен, удары от листых крипов, либо удары от вражеских героев. В общем, раз в 10 секунд тебе нужно получать какой-то урон. У нашего Урануса хороший уже перефарм, и куда же он идет? А он идет к центральной башне вражеской, чтобы зачистить волну крипов. У него агрится аж 4 героя, но он просто для них на трех идет, наносит им какой-то сумасшедший урон. Они отступают, но отступают они, потому что на них уже настакана пассивка с первого скила. Они понимают, что нужно подождать, пока эта пассивка спадет. И только после этого можно атаковать Урануса. И вот они вроде собрались, но тут врывается Халид. Под вторую башню идет атака Урануса. Полное хп, его атаковать сейчас бесполезно. Влетает еще Линк. Убивает Леоморда. Выживет ли ССС? Не выживет. И вот герой этого матча Чонг. С Чонгом сражаться не так уж и просто. Но Уранус, естественно, не будет лезть под башню, чтобы бить Чонга. Чонг убивает и Фашу, и Халида. Фух, правильно его в следующем патче будут нерфить. А Уранусы не будут. Давай поговорим про его эмблемы. Играет Уранус с эмблемами поддержки со вторым перком. Он позволяет ему получать дополнительную голду, когда атакуют вражеских героев. По 10 золота за каждый удар. Срабатывает раз в 4 секунды и максимум 1200 золота. Эмблемы поддержки идеально подходят для Урануса. Они дают ему и хп, и реген, и высокую скорость передвижения, и гибридное пробитие. А если эмблема поддержки не прокаченной, то можно использовать эмблемы мага. Но все же эмблемы поддержки будут эффективней. Кстати, пока я болтал про эмблемы, Уранус снова харасит под вражеской башней Хильду. По боевым заклинаниям здесь есть два варианта. Либо очищение, либо кара. Очищение, соответственно, берем, если у вражеской команды много контроля. А во всех остальных случаях берем кару. Тут происходит какой-то дикий замес. Уранус врывается прямо в центр этого замеса. Опять атакует сразу троих героев. Влетает еще Халид. Халиды, скорее всего, там сейчас быстро убьют. Уранус добегает до Хильды. Убивает Хильду. Халид выживает. Уранус начинает преследовать выживших. И не рассчитывает урон, его добивает башня. Все-таки немного заигрался. Зато теперь у нас есть время посмотреть на его сборочку. Ботинки берем по ситуации, либо на физическую защиту, либо на магическую защиту и снижение времени контроля. Следующий предмет обязательно зачарованный талисман, так как без него маны на Уранусе будет очень сильно не хватать. Плюс снижение перезарядки также не помешает. Далее Кираса грубой силы и Оракул. А последние два предмета собираются по ситуации. Например, это может быть Антихилл и Маска. Либо вместо Маски Господство Льда. А некоторые собирают Жезл Снежной Королевы и Бессмертие. В общем, смотрим на сетап врагов и собираем то, что лучше всего будет их контрить. Например, в этой игре у врагов практически нету магического урона, поэтому Уранус собрал Господство Льда. Легче всего на Уранусе стакать пассивку, и это на волнах крипов. В отличие от других героев, этот герой наоборот хилится, когда его бьют крипы, либо лесные монстры. На нем нужно поймать особый баланс, чтобы тебя и не убивали, и поддерживать пассивку. А для этого очень важно не допускать недофарма. У тебя должно быть как минимум столько же голды, сколько и у вражеских героев. А для этого нужно как можно чаще защищать волны крипов. Ну и конечно же, особенно поначалу стараться убивать вражеских героев. Ульта Урануса откатывается достаточно быстро, поэтому можно не бояться использовать ее вне файта. Например, для ускорения или для отхила. Но естественно, если ты знаешь, что вот-вот должен начаться файт, ее стоит все-таки приберечь. Так как во вражеской тиме есть эстас, Уранус начал собирать антихил. Но не только из-за эстаса. Леоморд и особенно Чонг тоже очень сильно регенит хп. Поэтому в данной ситуации ожерелье заточения будет одним из лучших предметов. Врагам видимо не понравилось, что Уранус забирает их лес, и они решили атаковать его, например, в четвером. Почему бы и нет? Почему бы в четвером не накинуться на Урануса? Но как так в четвером? Нужно в пятером начать атаковать? К сожалению, даже пятерых врагов недостаточно, чтобы убить Урануса. Но все же нам пришлось использовать и ульту, и второй скил. Причем ультимейт был использован заблаговременно. То есть не стоит ждать, пока нас продамажат до минимум хп. Нужно использовать ульту немного заранее, если видишь, что намечается какой-то файт. К тому же надо быть очень аккуратным, потому что в какой-то момент враги могут собрать антихил, и твоя выживаемость резко упадет. Ну что ж, продолжаем пушить верхнюю линию. Подходим к башне. Принимаем удар от вражеских хрипов на себя, это нужно, чтобы стакать пассивку. Для Урануса очень важно размениваться по хп, потому что он-то свои хп отрегенит, а вот врагу придется возвращаться на базу. И чем дольше длится файт, тем выгоднее это для Урануса. Интересно, что на высоких уровнях ультимейт можно использовать и для того, чтобы настакать пассивку на Уранусе. На третьем уровне она дает сразу 15 стаков. Уранус идет зачищать линию и одновременно поддерживать свою пассивку. Вот он снова проатаковал лесного монстра, он его проатаковал, пассивка снова обновилась. И теперь он с полной пассивкой уже атакует вражеских героев. Как я уже говорил, можно даже не бояться получать урон от башен, лишь бы не сбрасывалась пассивная способность Урануса. Кстати, первым скиллом можно поддерживать также пассивку Кираса грубой силы. И вот мы подошли, убиваем Хильду. Прыжок, дабл килл. Чонг летит на ульте рядом Эстас, но Уранус уже успел собрать антихил, и Чонгу против него будет сражаться очень непросто. По крайней мере, у Чонгу уже не будет такого бешеного хп регена. Уранус это понимает, тем более, ульта скоро откатится, он использует ульту и начинает отхиливаться. А дамаг по Чонгу проходит все больше и больше из-за того, что на нем уже полностью настакан первый скилл. В итоге башня вынесена. Эстаса быстро выносят. Так же, как выносит и Леоморда. Ну и что ж, это победа. По статистике 31% нанесенного урона и 43% принятого. Надеюсь, тебе понравилась эта игра так же, как она понравилась мне. Если есть вопросы, обязательно пиши их в комментарии. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока!